Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Держим ответ перед нашей тысячелетней историей, перед нашими предками. Они брали, казалось бы, недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину. Мы знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом. И создали мировую державу наше Отечество. Добились таких триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим. Уверенность, что все обозначенные им цели и планы будут обязательно достигнуты. Считаю, что сегодня в нашей стране праздник, потому что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер, вступает в должность. И особенно в сегодняшних условиях, как развитие нашей страны, как мы двигаемся, это очень важно, что мы, вот сегодня я вижу очень много и знакомых лиц, но самое главное, я вижу, какая сплочность нашего населения, нашей страны, вокруг нашего президента. Поэтому пожелаем только крепкого здоровья и дальнейших успехов в развитии нашего государства. Политику избранного президента Владимира Путина, которая нацелена на созидание, на сохранение мира на земле, поддерживает практически весь российский народ. Гордятся национальным лидером и представители Карачева-Черкесии. Я всех хочу поздравить с наступающим праздником Победы, А также ждем скорой победы нашей, наших ребят над украинскими сепаратистами, фашистами и всякой нечистью. Иншаллах, скоро мы эту победу тоже увидим. Мы вместе с главой республики Рашидом Бориспиевичем были на инаугурации президента России Владимира Владимировича Путина. Это действительно то явление, которое показало всему миру, что российские люди с огромным уважением относятся к нему, и эти проценты, которые показали, они были беспрецедентными. Поэтому я хочу поздравить всех тоже. Я надеюсь, что эти предстоящие шесть лет мы будем жить в спокойствии и в достатке. Сегодня на земле насчитывается более двухсот стран. Ни одна страна в мире не имеет такого лидера, руководителя государства, которого имеем мы, россияне. Владимир Путин – мудрейший и очень красивый человек. Он лидер среди лидеров. Владимира Владимировича я сравниваю с Ноем, который построил Ковчег и спас человечество от гибели. Говорят, каждый народ достоин своего правителя. Если мы заслужили такого президента, как Путин, значит, многонациональный российский народ является избранным народом. И нет никакого сомнения в том, что Россия сыграет главную роль в духовно-нравственном оздоровлении нашей планеты. Если вспомнить, когда я начинала свою стезю мамы в далекие 92-м году, произошел распад Советского Союза, становление новой России. Тяжелейшее время. Какие социальные выплаты? Какая поддержка семьи? Не было этого. А сейчас, там, где Владимир Владимирович Путин, там великая Россия. Россия, с которой считаются. Поэтому, как гражданин Российской Федерации, еще раз скажу, как учитель, как мама и бабушка, как председатель общественной палаты, я только поддерживаю нашего президента. Поэтому я считаю, там, где Россия, там Владимир Владимирович. Там, где Владимир Владимирович, там, конечно, великая страна. Хочется подчеркнуть, что под руководством Владимира Владимировича Путина наша страна является державой, с которой считаются во всем мире. В настоящее время развитие страны наблюдается во многим направлениям. Особое внимание уделяется развитию физической культуры и спорту. Без привлечения можно сказать, что Россия – это спортивная держава. Российская нация – это спортивная нация, которая ценит своих героев спорта, гордится своими спортивными победами. Выбор, который сделала страна в марте, является абсолютно правильным. 9 мая страна отметила День Великой Победы. В Крачево-Черкесии, как и по всей стране, прошло торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. Более 46 тысяч жителей Крачево-Черкесии в середине прошлого века сражались за родину и освобождали нашу страну и части Европы от фашизма. Участие в параде в Черкесске приняли люди, которые не понаслышке знают о том периоде, а также сотрудники силовых ведомств, служб экстренного реагирования, патриотических образовательных организаций. Глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил всех с Днем Великой Победы, отметил значимость той победы для остановления и развития Отечества, для мирной жизни многих поколений граждан нашего государства. Выкопив надпись противника, развернув ход событий войны в противоположную сторону, освободив половину Европы, наши надписьки разгромили фашистскую Германию и одержали безоговорочную позицию. Каждый из нас должен знать и помнить, насколько героическими и зубистыми были заслуги наших ветеранов, участников войны, тружеников тыла. Праздник правильно определили. Это радость со слезами на глазах. Это действительно тяжело праздновать, но в то же время чувство победы, чувство гордости за Россию, за свою Родину, за доблесть наших бывших, но и нынешних советских людей. Персональный парад победы устроили учащиеся 11-й гимназии Черкеска для ветерана Великой Отечественной войны Хамида Канаматова в канун праздника. В этот день посетили его также представители общественной палаты Крачева-Черкесии, парламента, партии «Единая Россия» Народного фронта. Гости поздравили ветерана войны с 79-й годовщиной Великой Победы, преподнесли подарки, а он поделился воспоминаниями военных лет. Мадина Каракетова подробнее. С песней Победы учащиеся 11-й гимназии Черкеска промаршировали по улице Трудовой, где проживает 102-летний ветеран Великой Отечественной войны. Хамид Канаматов встречает своих юных друзей во дворе своего дома. Он очень рад и растроган. Дедушка, спасибо вам большое за победу. Желаю счастья, здоровья, чтобы вы еще столько же жили и были счастливыми. Дети подготовили концертную программу, пели песни военных лет, читали стихотворения. День Победы, особая дата, к ней и подвиг, и свет, и печаль. Ветеранам поклон, ведь когда-то сберегли нам цветущую даль. Гости рассказали ветерану Великой Отечественной войны, что в эти дни в преддверии Великой Победы проходит патриотическая акция «Синий платочек». Хамиду Абуловичу тоже подарили такой платочек и исполнили знаменитую песню. И пусть со мной, мне сегодня, любимой, родной, Знаю, с любовью ты без головью прячешь плоток дорогой. Хамид Абулович рассказал детям о тяжелых военных буднях, о том, какой ценой досталась советскому народу Великая Победа. Называет себя карачаевцем-корейцем. Поскольку когда карачаевский народ, представителем которого он является, стали выселять из родных мест, обвинив в предательстве, командир Хамид Акономатова, чтобы не терять такого отважного бойца-связиста, пошел на преступление, скрыв его. Хамид тогда служил в составе 1190-го стрелкового полка под командованием подполковника Кусяка. Когда пришли дурные вести о судьбе карачаевцев и приказа снятия с фронта лиц карачаевской национальности, командир был в замешательстве. «Если больше не доверяете мне взвод, оставьте меня хотя бы рядовым связистом», просил тогда 19-летний боец. «Я должен воевать с фашистами». Ему разрешили. Чуть позже за проявленную храбрость в боях за деревню Черпухина его представили к награде за отвагу. Начальник штаба, рискуя собственной свободой, переименовал Хамидов Халиба, а местом рождения указал несуществующую корейскую АСР. Так карачаевец Хамид превратился в корейца Халиба и под этим данными прошел всю войну. Победу встречал в Кенингсберге, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Кенингсберга. Дети слушали, затаив дыхание. Он много чего нам рассказал. Было очень интересно слушать всем классам. Нам было приятно прийти к нему, поздравить его и вручить подарки. Он замечательный человек, что спас всю нашу страну и землю. Мне было очень приятно узнать, как они защищали нашу Родину. У него столько медалей за все отваги, столько он подвигов совершил. Было очень приятно познакомиться с таким ветераном. Мы гордимся нашей страной ветеранами. Ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов пожелал детям, чтобы в их жизни такая страшная история, как война, не повторилась. Желаю я вам крепкого здоровья. Еще раз говорю, ховарен, прах, ховарен. Он в семье своих содержит за счет убийств. Этого допускать нельзя. Берегите себя. Это поколение победителей, люди с остальным стержнем. К сожалению, фашизм вновь поднял голову на Украине и российские солдаты, так же, как и воины Советского Союза, ценой собственной жизни отстаивают интересы своей родины. Хамид Канаматов выразил уверенность, что в очень скором времени и эти герои ощутят вкус славной победы. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Акция «Парад у дома ветерана» состоялась и по другому адресу. Житель Черкеска, ветеран Великой Отечественной войны Иван Константинович Задощенко с радостью встретил гостей. В их числе и съемочная группа «Вестей» Альбина Ламкова подробнее. Дети есть. Иван Задощенко живет в кругу семьи. Для него самое главное – забота и любовь родных. Мы очень гордимся, что в нашей семье есть ветеран Великой Отечественной войны. Пожелать здоровья ему – это самое главное. Сейчас в его годы, 98 лет, больше ничего не нужно. И всем ветеранам тоже пожелать здоровья, сказать огромное спасибо за их мужество, за мирное небо над головой. По земле, которой мы сейчас ходим, это все благодаря им. На фронт Иван Константинович ушел в 17 лет. Воевал в составе 704-го стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны второй степени и многими медалями. До пенсии работал токарем на заводе «Холодмаш». Годы Великой Отечественной не сломили дух. Он, как никто, понимает ценность жизни. Ужасы долгой войны и сложные годы после нее не ожесточили его сердце. Сегодня дом Задощенко оживлен. Встречали гостей под лучами теплого весеннего солнца в уютном дворе. Украшают его и играют яркими красками цветы. Одни уже расцвели, а другие на подходе. Природа оживает. И это явление вдохновляет фронтовика. К тому же, любимое время года. Рассказывает с приподнятым настроением Иван Константинович. Он с удовольствием общается с гостями. Преклонить голову перед вами. Примите от нас скромные подарки. Вам здоровья, здоровья. Радости вашим родным и близким. Это же великая победа. Так точно. Большая. Большая. Мы вам очень благодарны. Гордимся вами, что вы у нас есть. Особую торжественную атмосферу дня создали дети. Они прошли торжественным маршем у дома фронтовика. Исполнили песни военных лет. От лица ровесников хочу сказать вам то, что в случае необходимости мы будем стараться повторить ваш подвиг. Не дать продвинуться нацизму и фашизму в нашу страну. 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, которая унесла баснословное количество погибших. 27 миллионов только погибло советских граждан. Долг и честь прибыть и почтить ветеранов. Мы должны чтить свою историю, чтить наших воинов, не забывать про них, помнить и на их подвигах воспитывать нашу сегодняшнюю молодежь. Запечатлили памятное событие с человеком, на долю которого выпали тяжелые испытания войной, общим фото. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карчаева, Чиркесия. Его имя бессмертно. В эфире белорусского телеканала показали фильмы о советских партизанах, которые внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом в Великой Отечественной войне. На канале Белрос. Было сказано и о нашем земляке, герое Советского Союза Усмане Касаеве, который прославился своими бессмертными подвигами. Об Усмане Мусаевиче рассказал ведущий научный сотрудник Центра военной истории Белоруссии, кандидат исторических наук Александра Кузнецова-Тимонова. Партизанское движение на этой территории было интернациональным. Оно состояло ведь не только из граждан Белоруссии, оно состояло из бойцов-окруженцев, которые оказались на этой территории и приняли решение переходить к партизанским методам борьбы. В партизанских отрядах в подполье воевали представители всех национальностей абсолютно. В Белевской области есть село Осман-Касаевка, которое было переименовано в честь Карачаевца Османа Касаева, одного из таких бывших окруженцев, оставшихся на территории Белоруссии, включившихся в партизанскую борьбу и, к сожалению, погибшего по смертному достойному званию Героя Советского Союза. По всем мире счет вечных огней идет на сотни, а в России их более четырех тысяч. Неугасимый огонь возгорался в честь простого солдата, сына, отца, брата, земляка, однополчанина. 690 жителей Урубского района отдали свои жизни в борьбе за победу в Великой Отечественной войне. И в их честь на мемориале Журавли поселка Метногорский был установлен вечный огонь, который зажигался только ко дню победы. Теперь он будет гореть беспрерывно. Фатима Даурова подробнее. 79-ю годовщину со дня победы мемориал Журавлей в Медногорском встретит в постоянно пылающем пламени вечного огня. До сегодняшнего дня он горел только в праздничные дни, будучи оснащенным временным баллонным газоснабжением. С мая 2022 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о бесплатном подключении мемориальных комплексов во всей нашей стране. Для чего это сделано, объяснять не нужно. Это сделано для, в первую очередь, нашего подрастающего поколения, чтобы память о той великой победе и о тех жертвах, которые принёс весь наш народ на алтарь этой победы, чтобы память была жива, вечна. Перевод на сетевой природный газ прошёл в торжественной обстановке. Одновременно в 11 регионах России в режиме видеоконференц-связи на мемориальных комплексах разных городов и посёлков страны запылали 22 новых вечных огня. Мемориал Журавли относится к объектам культурного наследия, поэтому установка газогорелочного оборудования прошла в режиме бережной газификации. Команду на зажжение пламени в Карачаево-Черкесии дал генеральный директор Газбром Межрегион Газ Черкесск Олег Дергачёв. Докладываю. Мемориал испытан. Объект готов к подключению газа. И буквально через несколько минут алое пламя вечного огня метнулось вверх, к небу. Это историческое событие, которое происходит на накрых с вами глазах. После троекратного воинского салюта по внутреннему зову к символу, знаменующему собой память народа о павших героях, стали подходить местные жители и гости мероприятия с красными гвоздиками и букетами цветов. Сегодня очень знаково. Под великолепную песню журавли над нашим памятником кружила эта птица. Медленно, величаво и красиво. Так что День Победы – это не достижение. Это выстраданная, величайшая победа. С сегодняшнего дня живое пламя огня Победы будет вечно гореть и никогда не затухнет. Оно будет согревать сердца и души людей, одновременно напоминая о великом подвиге советского народа. И о тех событиях, через которые прошли наши предки во имя мирного неба над головами. Фатима Даурова, Ренат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия. Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы, прошло и в детском саду номер 27 «Маленький цветочек» Черкеска. Пехотинцы, танкисты, десантники, разведчики и юные представители других видов войск маршем прошлись по площадке детского сада. Командовала парадом директор учреждения. Она поздравила воспитанников и их родителей с 79-й годовщиной Великой Победы и пожелала всем быть дружными, помнить свою историю и любить свою родину. В ходе парада юные солдаты вынесли боевое знамя, почтили память павших минутой молчания и организовали небольшой концерт, в котором участвовали активисты республиканского движения «Первых». В качестве почетных гостей были приглашены сотрудники Росгвардии. Для всех участников мероприятия была организована полевая кухня. Конечно, как вся страна, мы сегодня с детьми отмечаем праздник День Победы 9 мая. Я хочу сказать, что в нашем детском саду мы уделяем очень большое внимание патриотическому воспитанию. У нас дети знакомы с историей нашей Родины, учат стихи, поют песни, танцуют. Мы много-много рассказываем о нашей Родине и стараемся, чтобы наши дети в будущем тоже были хорошими защитниками, любили свою Родину, как могли, ее украшали. В примере Великой Отечественной войны даже можем понять, что воспитание молодежи наше очень важно, потому что видели, сколько героев у нас в младшем розыске, совершено подвигов. И на примере наших предков, так сказать, наши должны воспитываться молодежь, быть патриотичны, то есть понимать, что делаем правильно, а что неправильно. Как вы взаимодействуете с детским садом? Ну, периодически приходим, по праздникам поздравляем, объясняем им, какие праздники у нас, в связи с чем эти праздники организовываются, чтобы они понимали нашу историю Родины обязательно. 12 мая – Международный день медицинской сестры. Основал профессию Петр I. Он подписал указ о назначении монахини в госпитале, после чего женщины добровольно вступали в ряды сестер милосердия. Однако императрица Екатерина II указы отменила, и только врач Михаил Пальцев в 1860 году попросил властей создать штаб медсестер в помощь хирургам. Через несколько лет эта профессия появилась в каждом военном госпитале, а позже – во всех больницах и поликлиниках. Свою жизнь этой благородной профессии посвятила и Замира Богатырева. О ней наш следующий репортаж. 40 лет Замира Богатырева работает медицинской сестрой. То, что я свою жизнь посвящу медицине, стало ясно давно. Еще будучи ребенком, свои первые шаги я сделала в больнице, рассказывает Замира Азри Талиевна. В детстве мама мне все время рассказывала, когда мне был готик, папа попал в аварию, и она меня взяла с собой в больницу. А брат с бабушкой уехали в Красный Октябрь. И вот я там научилась ходить, и по палатам, говорит, я ходила со всеми, знакомилась. Вот это было, видимо, предначертано, чтобы мне стать медиком. В 80-м году школу закончила, и у меня проблем не было, куда идти, потому что у меня и сестра, и брат уже учились там, в училище. Раньше училище было. И я поступила. Отучилась два года. Замира Богатырева сразу после окончания медицинского колледжа, тогда училище, в 1983 году начала работать в травматологическом отделении больницы в Карачаевске. И с тех пор она верна выбранной профессии и медицинскому учреждению. Первые свои трудовые смены сейчас вспоминает с улыбкой. Меня сразу приняли в травматологию старшей медсестрой. Ну, это, наверное, было мне как-то легче, бумажная работа. И один день у нас медсестра Зоя Хусеевна, сейчас она старше работает, она говорит, Замирочка, сколько будешь бегать? Давай, возьми шприц и делай мне укол. Говорю, Зоя, я боюсь, не бойся. И она набрала мне шприц, и я сделала венный укол. Не боюсь теперь. Вот 40 лет проработала. Сколько венок, сколько капельниц, я уже не помню, не перечесть. У нас очень дружный и профессиональный коллектив, говорит Замира Богатырева. Коллектив мой, я вообще не смогу описать никакими словами. Я без этого коллектива не смогу, потому что они все очень грамотные, умные, трудолюбивые, очень отзывчивые девочки все. Медицинская сестра – профессия для чутких, смелых, гуманных, милосердных людей. Очень страшные больные были. Я когда боялась, я врачу инструмент вот так подавала, несмотря туда. А было тогда желание, вот когда становилось вот так страшно, хотелось уйти с работы? Ой, ни разу не было у меня такого, чтобы уйти не было. Я почему-то не думала об этом, потому что я люблю свою профессию. По стопам матери пошла и дочь Джамиля. Я ей говорила, Джамиля, не надо в медицину. Она говорит, мама, нет, я тоже пойду, но я, говорит, буду доктором. И она пошла в институт, отучилась, ординатуру прошла в Москве, в Склифосовском. Сейчас она работает там в Москве кардиологом. А сын военный, контрактник. Труд медсестры – это борьба за здоровье человека и нет на земле профессии, более необходимой людям, несущие социальную благородную миссию – помогать пациенту справиться с недугом и обрести надежду и силы вернуться в обычную жизнь. Алла Динаева, Михаил Каракелян, Вести, Крачево-Черкесия. Такой была уходящая неделя в Крачево-Черкесии. Какой будет следующий, я покажу это время и репортажи корреспондентов службы информации. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok